Легкотлетическое первенство города по прыжковым дисциплинам прошло в минувшие выходные в Манеже Ивановского энергоуниверситета. В турнире памяти заслуженного тренера России, нашего земляка Арсения Готовкина, приняли участие более ста спортсменов. У нас соревнования уже традиционные, в основном это Центральный федеральный округ, Иваново, Кострома, Ярославль, Владимир, Ковров, Шарья, Гусь-Хрустальный. К сожалению, в последнее время в связи с финансовым кризисом ребят становится меньше, денег нет. Тройной прыжок, прыжки в высоту, в длину. Участники первенства – юноши и девушки среднего и старшего возраста, а также мужчины и женщины. И начинающие, и опытные спортсмены все выкладываются на 100%. Каждый упорно идет к цели, преодолевая трудности. По-другому в легкой атлетике нельзя. Потому недавнее известие о допинговом скандале и отстранении российских спортсменов от международных соревнований ивановские легкоатлеты приняли близко к сердцу. Большая часть именно в этом вопросе играет политика. У нас очень всегда были сильные легкой атлеты. Это уже испокон веков. Естественно, мы возьмем свое. Нас не могут не пустить. Может быть, если были какие-то случаи с допингом, это же не все. Это единицы, которых даже мало кто знает. А те спортсмены, которые действующие, которые выступают, я думаю, что они будут доказывать свое превосходство над всеми. И мы точно победим. Выступить на международных соревнованиях, показать себя всему миру, достойно представить свою страну. Это спортивная мечта большинства легкоатлетов. На пути к ее исполнению ежедневные тренировки на пределе возможностей, травмы, поражения и победы. А теперь еще и решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Но ивановские спортсмены продолжают работать, надеясь на скорое снятие легкоатлетических санкций. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.